Всем привет! Давайте я сегодня вам расскажу немножечко теории и покажу немножечко практики по передаче звука с помощью светодиодов. Дело в том, что логично было предположить, что у маленьких источников звука никогда не хватит мощности на то, чтобы высвечивать светодиоды достаточно ярко и передавать при этом звук. Но так как светодиоды бывают разные, и я не раз уже это доказал, иногда это можно сделать. То есть не иногда, а если внимательно подойти к вопросу выбора светодиодов, мы можем решить нашу задачу и с помощью обыкновенного маленького устройства, воспроизводящего звук маломощного, засвечивать и очень даже ярко светодиоды, не применяя дополнительных усилителей или батареек. Давайте рассмотрим, почему можно передавать звук достаточно качественно и почему у меня в предыдущих опытах это не совсем получилось. Ну, по крайней мере, не получилось на этом сотовом телефоне и стандартной колоночке. На верхнем рисуночке изображена обычная временная диаграмма звуковой синусоиды. Здесь у меня по шкале напряжение, которое в зависимости от тонна и мощности звука увеличивается, либо уменьшается. И время. Итак, если у нас есть ноль на шкале, то есть на выходе у нас здесь между базой, ну а то бишь корпусом самого телефона и несущим частоту проводом, то есть сигнальным проводом есть ноль, то такие устройства редко попадаются. Всегда в устройствах есть смещение. Есть такое смещение и у этого телефона. Оно небольшое, но оно присутствует и его легко увидеть. Я его продемонстрирую. Вот это вот напряжение, то есть между вот этими двумя проводочками, один из которых корпус телефона другой сигнальный, ну идет на динамик, есть некоторое напряжение, которое легко увидеть даже с помощью светодиодов. Давайте вот посмотрим, какое смещение на вот этом телефоне. Я просто беру и подключаю вот эти светодиодики, здесь у меня парочка светодиодов, к включенному телефону. Сейчас я его разблокировал и подключаю штекер. Вот, наблюдайте за красным светодиодиком. Когда я подключаю штекер, у меня наушники подключены, горит сигнал, и при этом загорелся красный светодиод. Я думаю, свечение характерное, не слабое, яркое. Это как раз то самое напряжение смещения, которое не зависит от звука. То есть, есть звук или нет, сейчас вот телефон не играл, а напряжение было. Если мы подключим телефон и начнем играть музыку, то заметить на светодиоде практически ничего нельзя. Хотя вот, если внимательно присмотритесь, вон оно, небольшое красное свечение есть. Музыка его в основном гасит, этот красный светодиод. Видите, да? То есть, опорное напряжение, не нулевое. И этого напряжения хватает, чтобы светился вот этот вот красненький светодиод. В прошлом опыте мы использовали инфракрасный, конечно, его так пронаблюдать было нельзя. Итак, что у меня было с инфракрасным? Я, по идее, если бы он вот точно так же, как этот красненький диод светился, и моего телефона хватало бы, чтобы раскачивать его амплитудно туда-сюда, я бы слышал хороший звук. Но вместо этого я на приемнике слышал треск. Ну, то есть, хрипы в такт музыки и в такт речи. Хотя иногда даже речь можно было разобрать. Что я слышал? Я слышал вот эти вот маленькие всплески. Это те моменты, когда напряжения хватало, чтобы загорелся, засветился достаточно мощно инфракрасный светодиод. И вот эти вот маленькие импульсы не синусоиду, а именно импульсы. Я слышал на приемнике, причем в качестве приемника у меня был инфракрасный светодиод. И он в такт музыки с этого сотого телефона вот так вот хрипел. Ну, представляете, что просто вот замыкались контакты и размыкались контакты. Эти хрипы вполне можно было принять за музыку. Но эту задачу я решил иначе. То есть я подключил старый магнитофон и вместо усилителя нового я использовал усилитель радиоприемник ВЭФ. И у меня замечательно зазвучала музыка. Дело в том, что в старом магнитофоне усилитель мощный, смещение большое. Светодиод там вообще мигает, как светомузыка. И поэтому инфракрасный диод имел вот такую характеристику. Звук идеальный. Теперь сразу поясню задававшим меня вопрос любителям. Как может звучать музыка чисто при приеме через инфракрасный диод, если она должна уходить в отрицательные значения, вот эта синусоида? Да вовсе нет. Не всегда усилители строятся так, чтобы у нас вот этот полупериод отрицательный уходил в минуса. Но не всегда. И даже я крайне редко встречал такие хорошие усилители, что вот динамик раскачивается в обе стороны одинаково. Нет. На самом деле, чтобы звуковая головка звучала или же светодиод мигал, достаточно подать напряжение смещения такое, чтобы оно равнялось половине амплитуды вот этого колебания. И тогда, имея вот это вот смещение, которое у меня раньше было вот таким, вот здесь, как этого достичь? Можно просто подключить последовательно батареечку. Вот взять и подключить прямо к телефону и к диоду батареечку на полтора вольта. И мы уже будем видеть не вот такие вот маленькие всплески и вспышки, а мы будем видеть хорошую синусоиду, ну это не синусоид, а изображение тактовой частоты звука. То есть, как мы звучим, все будет повторяться именно в тех гармониках, в которых мы произносим или музыка воспроизводится. То есть, ничего, я думаю, сложного в этом нет, чтобы понять. Чтобы не уходить в минуса, нам достаточно подать на диод напряжение смещения, используя батареечку. С теорией все. Теперь практика. Я уже показал, что красный светодиод от этого телефона светится еле-еле. А можно ли, вот используя либо батарейки, либо какие-то усилители, заставить его светиться? Да, конечно, можно. А можно без энергии, там, использовать энергию кефира, эфира. Ну, то есть, не добавлять дополнительных батареек и заставить вот эти светодиоды моргать. Да, тоже можно, ребята. Вот смотрите. Чтобы не использовать батарейки, мы используем банальную схему. Вы знаете, от чего светятся светодиоды? Я подскажу. Им ток нужен мизерный. Иногда они светятся даже от статики. Чтобы они запитались от батареечки в 9-12 вольт, им достаточно тока, который будет проходить сквозь жидкость, содержащую воду. Ну, или сквозь воду. А это 2-4 мегаома. Вот попробуйте рассчитать, ради интереса, какой ток потечет через светодиоды при напряжении, скажем, в 9 вольт и при сопротивлении между питающим элементом и светодиодами 2 мегаома. Все, задачу задал. А теперь решение по схемам. Так как нам нужно для освещения светодиодов напряжение, нам нужно как-то это напряжение трансформировать из телефона на светодиоды. Ну, банально. Рас трансформировать, значит трансформатор. Правильно? Вот он, трансформатор. Наушники обычно имеют сопротивление 4-8 Ом. Разные наушники есть. Ну, как бы 4 Ома стандартная. Поэтому внешняя обмотка трансформатора, которая будет подключаться к сотовому телефону, должна иметь сопротивление порядка 4 Ом. Больше, лучше, меньше. Ну, лучше не надо. Перегрузите телефон. Вторичная обмотка. Ну, 1 кОм. Чем больше витков, тем лучше. Но, правда, есть опасность, что эти витки вызовут свет напряжения такой, что светодиоды не только засветятся, а еще и перегорят. Ну, опасность есть всегда. Да, не будем о ней забывать и будем делать свои эксперименты дальше. Чтобы мои диодики не сгорели, они у меня тут разноцветные, от обратного напряжения. Дело в том, что когда по законам индукции здесь возникает звуковое колебание, оно будет точно таким же здесь, только здесь будет ток больше, а здесь будет напряжение больше. Все зависит от количества витков. Если здесь витков мало, ток большой, а тут витков много, напряжение большое. Но равенство соблюдается по мощности, что здесь, что здесь одинаково. Но здесь мы уменьшаем ток, но увеличиваем напряжение. А светодиодам и галогеновым лампочкам нужно что? Нужно напряжение. Ток очень маленький. Итак, наша задача решена. Светодиоды уже соединены. Остается добавить трансформатор и запустить всю нашу установку на ура. Давайте вот такой трансформаторчик. Этот трансформатор, вы его уже видели, из магнитофона. Мощность у него довольно-таки маленькая. По-моему, ватт 10 от силы. Ну, может быть, чуточку больше. Есть у меня вторичная обмотка. Это та обмотка, которая пойдет на телефон. Вот она. Это желтенькие, черненькие провода. И есть первичная обмотка, та, которая шла в 220. Там витков наверняка гораздо больше. А сопротивление ее примерно полтора килоома. Здесь я написал один килоом. Все. Значит, мы к синеньким проводам подсоединяем светодиоды. А на желтенькие провода будем подавать звук. Сейчас я все это смотаю, разложу на столе и покажу, как это действует. Итак, я соединил все вот в такую схему. Здесь у меня подключен телефон. Здесь у меня трансформатор. И два светодиода, противоположные направленных. Вот они. Вот трансформатор, светодиоды. К обмоточкам трансформатора я присоединил к первичной, на той, на которой больше сопротивлений и больше витков светодиодики. А телефон на вторичную обмотку. Итак, мы разбудим наш телефон. И видите, диодики уже начинают мигать. Когда я нажимаю кнопочку, в телефоне у меня там есть условный звук. И в такт нему, ему, то бишь, светодиодики вспыхивают. Я думаю, вам хорошо видно. И красный вспыхивает, и зелененький вспыхивает. Ну, а теперь давайте я включу радио. И мы послушаем что-нибудь. Я увеличу громкость. И вот светомузыка. Звук мы, конечно, сейчас не слышим, потому что в телефон включены наушники в виде трансформатора. Но зато хорошо видно, как мигают светодиоды. Давайте еще увеличу громкость. И сделаю тень. Вот это мигает зелененький светодиодик. Вот это красненький. Свечение яркое. То есть это не тусклое свечение. Свечение происходит именно в такт музыки. Кстати, ради интереса, я сейчас попробую звук сделать. Я подсоединю колоночку на вход параллельно. И мы посмотрим, как это будет светомузыка со звуком. Я подключил высокоомный наушник. Почему высокоомный, вы, надеюсь, догадались. И теперь, увеличив громкость, я его поднесу к микрофону камеры. Я надеюсь, звук был в камеру слышен. Ну-ка, еще раз. Кстати говоря, если вот так же подключить наушник, конечно, на мой голос он слабо реагирует, и светодиодики не светятся. Светятся, но если по нему пощелкать по мембране, то мигание светодиодов мы видим. Все то же самое. Здесь вырабатывается электроэнергия, которая через трансформатор меняет свои свойства, то есть теряет силу тока, но при этом увеличивается напряжение. И светодиодики из-за этого светятся. Вот такая, братцы, светомузыка. Никаких батареек, всего лишь один трансформатор. Причем трансформатор может быть как большим, так и маленьким. Но зато никаких транзисторов, никаких батареек. И мы с сотового телефона запустили в такт музыки парочку светодиодов. Если поставить фотоприемник, мы будем слышать ту же самую музыку. Но, конечно, светодиоды в качестве источника связи на дальнее расстояние годятся слабо. Лучше для этого использовать светодиоды, которые имеют лазерные свойства, то бишь лазер. С лазером я уже такую установочку сделал, показал. Кому интересно, смотрите на канале. Ну а на этом все. Пока. Надеюсь, этот эксперимент вам понравился.